Международная космическая станция Международная космическая станция — это лаборатория для испытания новых технологий. Форпост — для будущих экспедиций в дальние малоизведанные уголки нашей Солнечной системы. Сложнейшее технологическое сооружение массой почти в 400 тонн. Гигантская металлическая конструкция, которая вращается по земной орбите со скоростью почти 30 тысяч километров в час. Программа космических станций насчитывает уже 40 лет. Первая станция «Салют» была запущена в 1971 году, и на основании опыта, который мы получили на станции «Салют», была построена станция «Мир». Это базовый блок станций «Мир», которая стала прообразом будущих станций, будущей международной космической станции. «Мир» пролетало более 15 лет, и в процессе работ были отработаны технологии длительных космических полетов, в том числе технологии международного сотрудничества, которые сейчас применяются при создании Международной космической станции. Итак, Международная космическая станция. Ее строили Россия и США, используя опыт и технологии, отработанные на орбитальной станции «Мир». В основе конструкции модульный принцип. Блоки собираются как конструктор и при необходимости могут перестыковываться. МКС делится на два больших сегмента — российский и американский. Также в составе станции отдельный модуль Европейского космического агентства «Коламбус» и японский блок «Кибо». В космосе границ нет. Космонавты и астронавты могут свободно перемещаться по всей станции. В работе МКС участвуют 15 стран мира. Строительство МКС началось в 1998 году. Первым на орбиту ракетой «Протон» был доставлен модуль «Заря». Через два года к «Заре» пристыковался базовый модуль «Звезда» — центр российского сегмента и даже всей станции. Со 2 ноября 2000-го началась эксплуатация Международной космической станции в пилотируемом режиме. На МКС стали прилетать экипажи космонавтов и астронавтов. Эта вахта идет непрерывно. В 2001-м к МКС присоединился стыковочный отсек «Пирс» — своеобразный порт для причаливания космических кораблей. В 2009-м и 2010-м на орбите появились два исследовательских модуля «Поиск» и «Рассвет» для научных экспериментов. Строительство международного сегмента станции шло одновременно с российским. Орбитальная станция становилась крупнейшим искусственным объектом за пределами Земли. МКС — полностью автономная станция. Главный источник энергии — Солнце. Общая площадь солнечных батарей на МКС равна 8-ми баскетбольным площадкам. За световой день МКС совершает 16 оборотов вокруг Земли. Один оборот каждые 90 минут. Половину этого времени станция в тени, а значит, энергию не накапливает. Солнечные батареи американского сегмента и российских модулей «Заря» и «Звезда» сначала накапливают энергию на Солнце, а когда начинается тень, электричество отдают заряженные аккумуляторы. Благодаря этому системы регенерации воздуха и воды снабжают станцию бесперебойно. В таком ведре хранится вода. Различные таблички показывают, какая. Зеленая, техническая, голубая, соответственно, питьевая, есть еще желтая и коричневая. Работа экипажей на орбите — это непрерывная поддержка станции, проведение ремонта, научные эксперименты, ежедневный тяжелый 10-часовой труд. Только в субботу космонавты работают в два раза меньше. На МКС определить время по Солнцу, как на Земле, невозможно. Принято считать, что станция всегда находится в одном часовом поясе. На орбите мы живем по Гринвичу. Этот часовой пояс находится между центрами управления в Москве и Хьюстоне, откуда идет непрерывный процесс контроля и управления сегментами станции. Постоянная координация между Россией, США и другими международными партнерами. Теперь о каждом модуле МКС по порядку. Функционально-грузовой блок «Заря». Сегодня этот модуль — граница между российским и американским сегментами. В нем склад всего необходимого для жизни экипажей и проведения экспериментов. Кроме этого, модуль «Заря» — хранилище топлива для двигателей станции. Мы с вами в функционально-грузовом блоке «Заря». Замечательный блок тем, что это самый первый модуль на Международной космической станции. Он полностью оправдывает себя. Как вы видите, он действительно грузовой. Здесь хранятся в основном грузы, в том числе и продукты питания. Красные — российские, синие — американские. «Заря» — 20-тонный модуль, ветеран МКС. Над ним работали почти 250 российских предприятий. У блока три стыковочных узла, один свободный для причаливания кораблей. Второй ведет в американский модуль «Юнити». Третий — в российский модуль «Звезда». Служебный модуль «Звезда» — самый важный блок станции. В нем системы жизнеобеспечения и управления полетом, энергетический и информационный центр. А еще здесь каюты для космонавтов, поэтому он разделен на пять отсеков. В модуле «Звезда» экипажи проводят больше всего времени. Служебный модуль у нас не самый большой, но, подчеркиваю, только в этом модуле есть все системы, необходимые для космонавтов. Системы жизнеобеспечения, системы связи, системы управления полетом, каюты, в которых экипаж спит. Модуль «Звезда» — сердце и головной мозг станции. Он может работать как автономная лаборатория для трех космонавтов. Здесь есть кухня, стол для приема пищи, тренажеры для физических упражнений. Остальные блоки, как конструктор, пристыкованы к модулю «Звезда». Стыковочный отсек модуль «Пирс». Дополнительный причал для российских кораблей. Кроме того, через модуль «Пирс» космонавты и астронавты выходят в открытый космос. Я выполнил свой первый выход в открытый космос вот в этом скафандре. И он меня не подвел. А в этом скафандре рядом выходил мой друг Сергей. Мы с ним вместе. Но у Сергея это был уже третий выход. И вот мы вместе делали эту большую работу. Вход в скафандр российский космонавт производит через заднюю створку, своеобразную дверь. Модуль «Пирс» дает возможность выйти в открытый космос двум космонавтам в скафандрах «Орланды». С внешней стороны модуля специальные поручни для работы вне станции. Малый исследовательский модуль «Поиск». Помимо того, что к нему тоже могут стыковаться космические корабли, модуль «Поиск» используют как шлюз для выходов в открытый космос. На внешней оболочке можно устанавливать научное оборудование и грузовую стрелу. Внутри также проводятся эксперименты. Мы находимся в малом исследовательском модуле «МИМ-2». Из самого названия видно, что модуль для исследований. Здесь у нас помимо скафандра запасного хранятся всевозможные аппаратуры для экспериментов. То, что небольшого размера помещается вот в такие сумки, то, что побольше, как вот это, от плазменного кристалла. А наш командир Андрей Борисенко сейчас выполняет эксперимент «Кулоновский кристалл». Модуль «Поиск» или сокращенно «МИМ-2» может принимать корабли как в ручном, так и в автоматическом режиме. К этому модулю чаще всего стыкуются российские корабли «Союз» с новыми членами экипажа МКС. Малый исследовательский модуль «Рассвет» используется для проведения экспериментов. В нем пять рабочих мест для космонавтов. Может принимать как российские, так и американские корабли. Через модуль «Рассвет» транзитом в станцию перекачивается топливо от прибывших кораблей «Прогресс». А сейчас мы находимся в малом исследовательском модуле «МИМ-1». Он самый новый модуль у нас. Модуль «Рассвет» или «МИМ-1» — главная база для проведения сотен научных экспериментов. Многое, с чем мы сталкиваемся в жизни, вначале было испытано в космосе. Материал — тефлон, микроволновые печи, склавы металлов, системы очистки воды, вакцины и лекарства. Космические снимки помогают сельскому хозяйству и борьбе со стихийными бедствиями. Образовательные программы, которые проводят космонавты на орбите, вдохновляют будущих ученых, инженеров и исследователей космоса. Вот это многоцелевой лабораторный модуль. С прибытием на станцию этого модуля строительство станции можно считать законченным. Значение МКС для всех жителей Земли велико, так как многие высокие технологии создавались для космоса, либо были испытаны в космосе. Международная космическая станция проработает на орбите как минимум до 2020 года. Но уже сейчас точно можно сказать, что следующий шаг в космос будет сделан именно с этой рукотворной звезды человечества. Продолжение следует...